Ребятки, всем привет! Меня зовут Пиксель, и прямо сейчас, как вы можете заметить, я нахожусь не у себя в деревне жителей номер 13, и внешний вид у меня, мягко говоря, странный. И для того, чтобы сегодняшнее видео было в полной полицейской атмосфере, давайте немножко поменяем приветствие. Здравия желаю, я Пиксель, и сегодня мы вместе с вами будем проникать в самый настоящий полицейский бункер. Сразу могу вам сказать, что задача не из простых. Именно поэтому я в реальной жизни переоделся в настоящую форму полиции, это довольно-таки логично. И такую же полицейскую форму я надел на себя в Майнкрафте. Бункер действительно секретный, искал я его очень долго, и мне помогли, если честно, жители Майнкрафта. Ну и в реальной жизни мне тоже много кто помог, ребята, потому что здесь действительно очень серьезная защита. Кепку я все-таки сниму, потому что я в ней, ну, как дурачок какой-то выгляжу. Поэтому давайте максимально быстро проникать в этот бункер. Для этого нам необходимо подойти и нажать правой кнопкой мыши. И как вы видите, нас сканируют и в жизни, и в Майнкрафте. И по большому счету, да, двери открываются, и мы с вами попадаем в бункер. Господи, наконец-то я могу снять кепку. Господи, что у меня на голове? Немного поправил свою прическу, но, как вы понимаете, форму я снимать не буду. И да, она, кстати, настоящая, но не важно. Дальше нам нужно просканироваться еще раз, но здесь уже, знаете, такой внутренний тест, поэтому кепку можно не надевать. И нам открываются двери пониже. Как мы можем заметить, здесь сразу нас встречает какая-то непонятная полицейская машинка. На ней можно в любую секунду выехать, если открыть вот эти ворота. Но мы сегодня здесь не за этим, поверьте мне. В этом бункере очень много интересных вещей. И то, что вы сегодня увидите, вы нигде больше не увидите. Ну, ну кто может достать настоящую полицейскую форму? Да, сегодня я на этом буду акцентировать слишком много внимания. И это, кстати, не шутка, да, ребята? Я еще раз повторюсь, это настоящая форма. Поэтому мы с вами в полной маскировке, и нам никто не помехой. Мы можем изучить этот бункер вдоль и поперек. Обязательно поставьте лайк на это видео, потому что ролик довольно-таки нервный, и параллельно с этим очень и очень сложный. И как я понимаю, мы попали в самый настоящий кафетерий. Только тут лежат какие-то стейки, хлеб какой-то. Я, если честно, ожидал не этого. Ну, как и все, наверное, я ожидал увидеть тут пончики. А здесь какие-то тыквы и непонятные ящики. Не-не-не, ребята, я это кушать сегодня не буду. Я здесь за другим. Я все-таки сотрудник полиции. Во! Мне нужен пончик! Мне нужен пончик! Но все здесь продается почему-то за железные слитки. А для чего? Для чего я деньги подготовил? Ладно, с этим мы разберемся немножечко попозже. Это все-таки офис, точнее, бункер. Здесь, очевидно, есть свои правила. Так, и подождите. Я вместе с вами незаметно попадаю в какой-то административный офис. Видимо, тут сидит, ну, шеф полиции, как я понимаю. Огромный значок красивый. И даже сундучок со шляпой, ребята. Если нет кепки в реальной жизни, значит, наденем кепку в Майнкрафте. Выглядит, кстати, довольно-таки здорово, согласитесь. Только это уже не полиция, а какой-то департамент шерифа, извините меня. Но ничего страшного. Дальше у нас есть вот такая вот замечательная спальня. И, блин, вы посмотрите, как тут все стильно организовано. И также есть сундучок, опа, еще с денежками. И даже каким-то непонятным полицейским жилетом. И в нем я выгляжу, слушайте, солидно. Может, мне еще надо было вот эту штуку на себя надеть? Но мне кажется, это уже лишнее, потому что я довольно-таки неплохо замаскирован. Да настолько, что со мной работники этого бункера здороваются. Да-да-да, ребята, всем привет, коллеги. Также у нас здесь есть какой-то лаунж-рум, то есть это такая комната отдыха для полицейских, рядом с библиотекой. Да-да-да, привет, дружище. Но это все, естественно, неинтересно. Это первый этаж, самый безопасный, самый неохраняемый. Нам нужно пониже. И, как вы понимаете, вот там, вот там начинается веселье. Второй этаж, добро пожаловать. Здесь я вижу какой-то гараж, как я понимаю, для самолетов. Какой-то копировальный центр, господи, что это? Это полицейские доки, то есть, как я понимаю, есть даже водный и надводный транспорт. И, параллельно с этим, какая-то комната охраны с гигантским количеством мониторчиков. Мы даже вместе с вами можем открыть камеры видеонаблюдения и, например, посмотреть, как в нашем бункере содержатся какие-то заключенные. И, как я понимаю, довольно-таки серьезные. Но эта камера, как вы можете заметить, самая выделяющаяся, поэтому я на нее и кликнул. Но давайте посмотрим на гараж с вертолетами. Все мы знаем, что полиция использует максимальное количество транспорта для того, чтобы ловить преступников. Офигеть, это... Это что, можно открыть вот эти врата гигантские, люк большой и прокатиться на вертолете? Это, кстати, на втором этаже находится. Так, ребята, вот это уже интересно. То, что я вам и говорил. На первом этаже это все... Это все для гостей и так далее. Мы с вами, как вы помните, работники полиции. И мы должны с вами посмотреть все самое секретное и самое интересное. Например, сейчас я зашел в ангар с каким-то полицейским самолетиком. Подождите, и, как я понимаю, нажатие на этот рычаг, да, действительно, открывает самый настоящий люк. Вот это интересно. И, подождите, я что, реально без проблем могу сесть в это и взлететь? Офигеть, вы посмотрите! Реально можно взлететь? Так, 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 проехать, проехать. Можно здесь проехать. Да как управлять этой ерундой? У меня нет лицензии пилота. Е-мое, он отсюда просто, просто не хочет вылетать. А, не! Хочет, хочет, хочет. Так, аккуратно. Аккуратно поднимаемся. Это, это реально очень сложно. И вуаля, ребята, мы взлетаем. Только самое главное, далеко все-таки не улетать. И бункер реально секретный. Посмотрите. Эту дверь, возможно, даже не заметят. Ладно, самолетик, постой, пожалуйста, тут. Его кто-нибудь другой перепаркует. Ну, какие-то работники там неважные. Я все-таки буду заниматься более важными делами. Естественно, открою сундучок, благо их тут много. И, о, возьму печеньки. Вот печенье, это уже по-нашему. Это гораздо интереснее, чем какие-то там стейки и хлеб. Я не буду такое кушать. Мне это нафиг не надо. Также мы можем подняться в этом, как бы, непонятном гараже на второй этаж. И, по большому счету, да, ничего здесь не увидеть. Но я гарантированно найду тут что-то интересное. Как я понимаю, второй этаж в этом бункере предназначен для разного рода техники. Потому что мы видели с вами самолет. На камере мы видели вертолет. И сейчас я пришел к какому-то другому гаражу. Где есть разные машинки, мотоциклы и даже квадроциклы. Как я понимаю, для разных преступников разный транспорт. Так, я слышу сирену. И я так понимаю, что можно сразу выезжать на вызов. Квадроцикл очень удобен в управлении. И, кстати, довольно-таки быстрый. Я думаю, что ни у какого преступника не будет шансов, если за ним будет выезжать вот такой вот полицейский квадроцикл. Так, 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 спокойно. Спокойно пришел тут какой-то злюка. И что-то тут мне пытается рассказать. Ворота я лучше закрою, все верну как было. Ворота закрываются, кстати, очень-очень быстро. Поэтому в этот бункер прорваться будет сложно. И, пожалуй, последнее, что мы посмотрим на этом этаже. Это гараж для вертолета. Я его показывал вам уже на камерах. Но я хочу увидеть это воочи. То есть в жизни. И, господи, какая же это огромная комната. Вы посмотрите. Разного рода радары. Какие-то карты. Какие-то пути выделены. Как я понимаю, тут занимаются, ну, поимкой преступников. Например, на очень быстрых автомобилях. Потому что, как вы знаете, вертолет штука довольно-таки скоростная. Мы также можем легко открыть этот люк. И не могу отказать себе в удовольствии на нем прокатиться. Серьезно. Я пытался сделать это на самом настоящем самолете. А-а-а! Йо, тихо-тихо-тихо. Но лучше я попробую сделать это на вертолетике. Так, зажимаем пробел. Взлетаем, ребята. И даже от третьего лица можем на себя посмотреть. Всем здравствуйте. Я начинающий пилот. В принципе, вот так вот. Ё-моё. Вот так вот практически легко можно им управлять. Но все-таки без лицензии делать это очень и очень сложно. Лучше я загоню его обратно. Честное слово. Сейчас расшибу и сразу меня рассекретят. А мне еще ролик сегодня начали записывать. Мы еще до оружейной даже не дошли. Как я и говорил ранее, на втором этаже все самое интересное и самое основное мы с вами уже посмотрели. Поэтому потихонечку близимся к завершению этого бункера и опускаемся на третий. На третий этаж. И как я понимаю, здесь вот будет действительно уже все самое интересное и самое секретное. То, что доступно только настоящим полицейским. Например, мы можем с вами в буквальном смысле взглянуть на тюрьму, которую мы вместе с вами видели на камерах. И даже, возможно, пообщаться с каким-то из заключенных. Вот с этим, например. Привет, дружище. Ладно, какой-то он слишком подозрительно улыбающийся. Лучше я отсюда пойду. Нам все-таки нужно дойти оружейную. Это самое главное. У меня есть, конечно, какой-то непонятный электрошокер, но это все ерунда. Нам нужны дубинки, наручники. Все это полицейское снаряжение мы обязаны сегодня вместе с вами посмотреть. Поэтому начинаем активные поиски. Тут что-то у нас непонятное. Шахты какая-то полицейская. Нет-нет-нет, ребята, это все ерунда. Мне нужно что-то поинтересней. Снова какая-то дурацкая комната. Да где вы храните оружие? Покажите мне этот секрет. Расскажите мне. Я пока что только нашел какое-то непонятное хранилище. Дверь которого, кстати, довольно-таки массивная. И давайте посмотрим, что здесь хранится. Вот в этом, например, сундуке. Здесь хранится назаритовый меч. Еще один полицейский жилет. Такой же, как надет на мне. Но не в реальной жизни. Вы помните, да? У меня настоящая полицейская форма. И какая-то аптечка. Ну, я это, конечно, возьму. Ну, типа, бесплатно же. Хотя денег у меня на самом деле куча. Нужно найти, где их можно потратить. Я, как минимум, пончик хочу сегодня купить. Хотя бы покушать вкусненько. Да где это говно? Я уже все реально пересмотрел. Возможно, где-то здесь. Но это, как я понимаю, нужно что-то продекорировать. Это не то. Во! 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 Вот это то, что мне надо. Магазины. Вот тут, как я понимаю, мы можем с вами потратить наши драгоценные денежки. Наш кэш. Здесь у нас, как я понимаю, что-то связано со спортивным залом. Ну, вы посмотрите на меня. Где я и спортивный зал? Мне нужно снаряжение. Во! 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 Наручники мне нужны. Прекрасно. Четыре пары. Мне подходит. Полицейская мигалка. Мне тоже нужна. Разного рода дубинки. Есть деревянная, есть каменная, есть золотая и железная. Как вы думаете, какую я себе куплю? Конечно, конечно, самую дорогую. Покупаем. Даже, даже две дубинки покупаю. И также тут есть еще вот такая вот палка. Как я понимаю, это резиновая дубинка, которой можно опа-опа-опа налево и направо. А это электрическая дубинка. И она, кстати, зачарована параллельно с этим на отбрасывании третьего уровня. Вот это уже действительно интересное оружие, которое можно применить против преступника. Но, видимо, из-за того, что я рядовой, ребята, мне не позволяют купить оружие. Потому что что нашел, то и проник. Но, мне интересно, что делает полицейская сирена? Как я понимаю, это что-то типа тревожной кнопки. Как только я нажимаю правую кнопку мыши, ко мне тут же прибегают на помощь мои коллеги. И играет вот такая вот замечательная сирена. Интересно, а вот просто, просто хочу проверить. А можно кого-то из вас шокером шандарахнуть? Как-то он не работает. Может дубиночкой, может дубиночкой по тебе приложиться? Но, видимо, все это задействовано все-таки против преступников. Также по всему, по всему бункеру раскиданы вот такие вот аптечки. В любую секунду их можно открыть и пополнить свое здоровье. После вертолета, кстати, нужно было это сделать. И, по большому счету, все. Я досмотрел абсолютно весь бункер на предмет чего-то интересного и чего-то секретного. Не знаю, как вам, ребята, а мне это путешествие действительно очень сильно понравилось. Ну, во-первых, я примерил на себя настоящую полицейскую форму. Да, вы помните, я постоянно буду вам это напоминать. А, во-вторых, я, в принципе, посмотрел, как работает современная полиция Майнкрафта. Действительно какое-то секретное агентство, потому что, ой, до этого бункера я добирался, ну, наверное, часов в 6 не меньше. И на такси, и пешком, и на велосипеде, и все это со своим снаряжением. Короче, опять же, мне понравилось. Не знаю, как вам. Если ролик вам тоже понравился и вы хотите больше таких вот неожиданных проникновений... Сейчас, подождите секундочку. Я кепку обратно надел, потому что теперь меня должно отсюда выпустить. Как вы помните, система безопасности тут серьезная. И вот, замечательно. Теперь можно снова ее снимать. Так вот, о чем это я. Если вы действительно хотите больше таких роликов, то обязательно подписывайтесь на канал. Тыкайте на лайк и нажимайте на колокольчик. Ну, и, естественно, пишите свои предложения. Возможно, бункер пожарных, бункер админов, бункер хакеров, бункер гриферов. Все эти комментарии жду под этим роликом. А видос я на этом буду заканчивать. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи, до завтра. И пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!